В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о школьных экзаменах, но не столько о результатах выпускников, сколько о последствиях. Рособорнадзор в этом году принял все возможные меры, чтобы ЕГЭ прошел максимально честно. Контрольно-измерительные материалы были снабжены семью идентификаторами, позволяющими вычислить человека, выложившего сеть задания. Более того, материалы эти доставлялись на склады спецсвязи под вооруженной охраной, а отгрузка их осуществлялась непосредственно в день ЕГЭ. Я не буду перечислять все способы, которые были использованы для того, чтобы выпускники этого года получили заслуженные баллы, однако примерно 20% из них могли остаться вообще без аттестата. Но если бы Рособорнадзор не снизил минимальный порог с 36 до 24 баллов по русскому языку и с 24 до 20 баллов по математике. Именно с этого факта мы сегодня начнем обсуждение, в котором участвуют учитель русского языка и литературы школы «Большая перемена» Татьяна Леонтьева, обозреватель газеты «Вести образования» Ольга Дожковская и редактор интернет-журнала «Эдутайме» Наталья Чеботарь. По скайпу с нами директор школы номер 36 – это Калининград Исмаил Никматуллин. Ну вот у меня такой вопрос общий к директору и, наверное, к преподавателю. Как вам кажется, вот тот порог, который придумали теперь, вынужденно придумали, он соответствует возможностям, вот реально возможностям учеников. Вот, скажем, Татьяна Николаевна в школе «Большая перемена» ребята занимаются после коррекционных школ, то есть приходят люди, которые, ну, испытывали трудности, скажем так, в обычной системе образования, они жили в детских домах, учились в коррекционных школах, тем не менее, значит, им тоже приходится сдавать некие экзамены. Я знаю, что у Исмаила тоже есть некий опыт, он, правда, касается большей степени экзамена после девятого класса. Вот мне хочется от вас услышать, это так необходимо понизить балл, действительно, или это и так достаточно такой средний балл для ребят, которые могли бы овладеть программой. Татьяна Николаевна, давайте с вас начнем, да, потому что ваши дети – это особые дети. Если уж они могут, то, наверное, могут и все остальные. У меня опыт, правда, был другой. Я работала лет 20 на подготовительных курсах в РГГУ, там другая была публика, другие были абитуриенты из обычных школ, с хорошей подготовкой и похуже, и были разные виды экзамена за это время, и сочинения, и изложения, и даже диктанты, но тогда поступали в ВУЗы, и там был свой экзамен. После того, как вели тесты, проблем, в общем-то, не было. За 4-6 месяцев обычных детей можно подготовить. Теперь я 3 года работаю в Большой перемене. Это образовательный центр для детей-сирот. Причем это не только дети из коррекционных классов, это и дети из ПНИ, из психоневрологических интернатов, у которых нет даже начального образования. Но мы их доводим до 9 класса, кто хочет до 11 класса. Работаем в основном индивидуально или в маленьких группах. Но что я могу сказать? За 3 года у меня, в общем, каждый год были выпускники и ЕГЭ, и по ЕГЭ, и по ГИА. Ни одного срыва не было. Все сдали экзамены. Причем сначала это дети. Например, была девочка такая, у которой вообще памяти не было. Она досталась мне. Вот она была в 10 классе. Мы с ней начали заниматься. Мы занимались весь год. Это было совершенно бесполезно, потому что она все забывала. Я прошла весь курс с ней вообще за среднюю школу. И в конце года я просто не знала, что делать. Но когда она пришла уже в 11 класс ко мне, ну, мы переводим, конечно, у нас такая внутренняя ассистация, вот, с ней что-то случилось. Она, во-первых, привыкла заниматься. Во-вторых, ей, видимо, стало интересно. Может быть, это какие-то личные даже отношения, потому что я не ставила ни двоек, ни разу не сделала ни одного замечания, только ее хвалила. То есть девочка как-то оттаяла, и вдруг у нее пошло. Вы знаете, за год она успела все подготовиться так, что она сдала хорошо. Она сдала не на минимум. Она получила 40 баллов, но поймите, для таких детей это много. Это даже не 36 проходной, а это 40. То есть она даже сочинение. Хотя сочинение она там не очень поняла тему. Но это значит, задание А, задание Б она выполнила прекрасно. Я хочу попросить Исмаила поделиться его опытом, потому что ситуация вот в Калининградской области и именно вот с такими специальными детьми была в этом году достаточно сложной. Может быть, из-за того, что, ну, в частности, вот, аттестация этих детей тоже проходила по такому вот сценарию обычному, теперь для ЕГЭ, жесткому. Спасибо. Я хочу сказать, что действительно в нашем регионе были некие сложности, и была такая напряженная ситуация с теми выпускниками, которые сдавали государственный выпускной экзамен, а не основной государственный, который сдают обычные выпускники. И большинство из них, ну, не большинство, да, но около 20-30 процентов рисковали остаться вообще без аттестата в основном общем образовании. С чем это связано? Если раньше такие выпускники, которые обучались по специальным программам традиционно-развивающим, сдавали экзамены у себя в школах, в таких более привычных формах, как изложение и контрольная работа по математике, то в этом году государственный выпускной экзамен проходил в таком же примерно режиме, как и основной государственный экзамен, в таком же примерно режиме, как ЕГЭ. То есть дети со всего города шли на 2-3 пункта, которые находились в достаточном удалении от их школ. И также они рассаживались в аудиториях, как и на ЕГЭ. Также у них были конверты с заданиями индивидуальными, которые им предстояло решать. И если раньше они были в ситуации, когда и стены родные, которые они знают, да, и которым они привыкли за 9 лет учебы, и учителя, которыми они занимались все это время, рядом с ними, и где-то, наверное, не секрет, помогали и оказывали помощь, хотя это, может быть, и не предусмотрено было процедурами. И тогда, в принципе, все ученики, это зависело от учителей, которые оценивали эти работы, все ученики успешно заканчивали школу, получали аттестат. В этом же году получилось, что никакой помощи ни психологической, ни, тем более, содержательной, эти дети получить не могли. А вот содержание заданий, которое для них предлагалось, и требования по их выполнению, они были, наверное, все-таки неадекватны тому уровню в целом подготовки, который сейчас существует. Я очень рад, что есть такие учреждения, которые берут на себя, скажем, такую миссию помогать этим детям, если действительно они хотят этого, это прозвучало, да, идти дальше в 10-11 класс, все-таки желание должно быть у ребенка. И есть методики, и есть индивидуальный режим, наверное, работ с такими детьми, которые позволяют их вывести необходимый результат. Все-таки, если мы говорим о массовой школе и о каком-то интегрированном обучении этих детей, то такую ситуацию индивидуального подхода, которая бы позволила бы ребенку каждому выйти на такой результат действительно большой, серьезный, мы получить не можем. Да и не все дети в силу тех или иных факторов социальных, потому что помимо школы, ищущей семья, и вообще общество, и каких-то других, они могут достичь этих результатов, вообще даже потенциальных. Получается, что те задания, которые им предлагалось на государственном опускном экзамене и уровень их выполнения, там нужно было 50% на тройку решить задачи. И тот уровень, с которым дети пришли на этот экзамен, это не только в моей школе, вообще в целом было у города, по региону. Он был не сопоставим. Более того, государственный опускной экзамен это та форма, которая предлагается не только для детей из особой категории, которые обучались под таким программом, но и для детей с ограниченными возможностями здоровья, например, инвалидов, колясочников, или еще каких-то категорий, или, допустим, те же самые колонии несовершеннолетних, там тоже сдают этот экзамен, вне зависимости от интеллектуальных возможностей ребенка и от того уровня, по которому он может осваивать программу. Получается, что мы на этом экзамене всех под одну ребенку мерим, и детей, которые имеют инвалидность по опорно-двигательному аппарату, и детей, у которых есть задержка в интеллектуальном развитии, критерии для оценивания, и сами задания одни и те же. Получается, что действительно, наверное, дети не могут их выполнить на том уровне, которым необходимо. Получается, в результате, что вместо пяти баллов, которые были положены под рекомендациями Рособоронадзора, а именно Рособоронадзор отвечает за эти задания, получилось, что всего лишь один балл был установлен в качестве порога, чтобы дети все-таки получили аттестаты. И то потребовалось пересдача для многих. Да, но это показатель. К тому же, вот 40 тысяч не сдали экзамен по русскому языку, но тот минимальный, да, поэтому опустили этот балл, и тогда вот действительно число уменьшилось. Это такие обычные. Ольга Дашковская, меня, наверное, поддержит, да? Обычно полтора процента, полтора-два процента, которые, ну, считаются более-менее нормальными, даже из тех, кто не сдал, вот не сумел пройти порог значений, да? Как вам кажется, Оль, это результат формы или содержания экзамена? Может быть, очень серьезное было психологическое давление, потому что мы знаем, что вокруг это были и наблюдатели, и рамки, через которые должны были бы проходить, да, были видеокамеры, или все-таки, вы знаете, учителя жаловались, что это вот действительно содержание, которое трудно детям дается? Ну, я думаю, что это и то, и другое. Вот я недавно брала интервью у научного руководителя Института развития образования Высшей школы экономики Исака Фрумина, и он считает, что у нас примерно около 40% детей не осваивают школьную программу. Он считает, что если у нас старшие классы из девятых классов идут примерно 60% выпускников, то это значит, что примерно около 40% не осваивают школьную программу. Это очень большая цифра. Но она может быть немножко меньше, но тем не менее. У нас как будто обязательный минимум содержания образования превратился в обязательный максимум. И у нас нет дифференцированных подходов к обучению детей, плохо ведется работа с остающими. И в принципе в последнее время школы гонятся с высокими результатами, потому что на этой основе составляются рейтинги школ, а по результатам рейтингов и высоких мест выдаются гранты. То есть поддерживают сильные школы. Но сейчас, как мне кажется, происходит поворот в образовательной политике, потому что буквально вчера на пресс-конференции министр образования и науки Дмитрий Ливанов заявил, что будет оказываться поддержка именно слабым школам, в которых плохо сдали ЕГЭ, и им будет оказываться в том числе и материальная помощь. Вот такой сейчас происходит поворот в политике. Ну, кроме того, в этом году повезло губернаторам, потому что как раз было так объявлено во всеуслышание, заявлено, что их не будут оценивать по баллам ЕГЭ, которые сдают школьники в их регионах, будут мерить скорее достижения по тому, сколько смен в школе. Это должно стимулировать, вкладываться в школьные оборудования, в школьные здания. Как-то и педагогов больше, чтобы было в школе, а не на один большой класс один только педагог. Но с другой стороны, действительно повезло. Это не повезло, это опять же поворот в образовательной политике. В этом году, с этого года не оценивают губернаторов, а уже со следующего года не будут оценивать школы и учителей. Ну, по крайней мере, так заявляет руководство Министерства образования и науки Рособорнадзор. Вот. И уже говорится о том, что выпускные испытания, итоговые испытания, и результаты за них должны стать личным делом, индивидуальным делом каждого ученика. И с этой целью будут создаваться независимые центры тестирования. В этом году их открыли уже в четырех регионах и будет проходить пилотная апробация, когда учащиеся смогут сдавать и приздавать ЕГЭ в течение года, когда им это удобно. Если им не понравится результат, они смогут приздавать и ЕГЭ, и ГЕ, и некоторые предметы смогут сдавать после девятого, после десятого класса, когда вот заканчивается изучение, например, географии. Вот. И это снизит как раз-таки психологический стресс и снизит ажиотаж, и не будет вот этих стремлений к махинациям, к использованию шпаргалок, мобильных телефонов. Сам процесс станет спокойнее и станет честнее уже естественным путем, а не за счет применения всевозможных мер безопасности. Ну, вообще, конечно, ЕГЭ претерпевает различные такие изменения по ходу времени, потому что и не всегда понятные. И надо помнить, что ребята заканчивают уже не первый год с результатами ЕГЭ, идут поступать, и вот вес их оценок этого года и прошлого, понятно, что в этом году у них баллы гораздо хуже, чем в прошлом году. Они, может быть, такие, как в 2009 году, более, да, приближенные, но при этом при поступлении им будет труднее. Они не очень будут понимать, в каком поле они находятся именно вот по баллам, потому что вузы примерно публикуют прошлогодние баллы, и ребенок, когда подает документы, он ориентируется именно на это. Он решит, что я не пойду, и поэтому он не поступит, не поедет. Это вот еще одна тема, что может быть большее число ребят останется в регионах, то есть они не поедут куда-то вот учиться в высшее учебное заведение, а со своими такими скромными баллами останутся у себя на родине и будут поступать в средние какие-нибудь учебные заведения. Исмаил, у вас есть такие мысли, и школа ваша, она же коррекционная или обычная школа? У нас обычная школа, но мы имеем лицензию и для того, чтобы обучать детей по программам седьмого, восьмого вида. Мы с ними со всеми работаем. Но то, что касается, наверное, дальнейших возможностей после окончания школы, если мы говорим в одиннадцатом классе продолжать обучение, то мне кажется, что в этом году результаты ЕГЭ вряд ли так уж сильно скажутся на доле тех, кто будет поступать в высшее учебное заведение. Демографическая ситуация такова, что количество выпускников с каждым годом у нас пока становится все меньше и меньше. И ближайшие два-три года наверное так и останется. Соответственно, возможность для поступления увеличивается. Другое дело, что в целом по России количество стопальников уменьшилось и, наверное, поток в ведущие вузы страны, где очень высока конкуренция при поступлении, наверное, вот эта нагрузка из регионов снизится. и поступление и дальнейшая скажем так траектория образовательного ребенка, она будет больше соответствовать его возможностям реальным. Могу сказать, что как раз в Калининграде у нас средние баллы и количество 100 балликов высокобальных результатов по ЕГЭ оно находится на уровне и прошлого и позапрошлого года. Единственное, у нас в прошлом году небольшой был скачок по химии количества стопальников атак нам не нужно сравниваться с 2009 годом или 2010 в принципе общая такая картина она осталась похожей. И надо не забывать, что в регионах тоже есть вузы и их достаточно большое количество и если мы говорим о Калининграде мы все-таки анклавный регион и нам для наших выпускников не так легко может быть в другие вузы поступать поэтому большое количество выпускников всегда оставалось в Калининграде я думаю что в целом картина останется прежней да спасибо Исмаил но вот дело в том что примерно в два раза уменьшилось количество высокобальников то есть не 100 бальников а те которые в районе 80 и выше по России и это действительно несколько изменит наверное карту поступлений ребят ну вот допустим в Дагестане в этом году никто высоких баллов не получил надо заметить вопреки обыкновению да и ЕГЭ туризм он как-то вот был не столь популярен но с другой стороны вот когда мы говорим о том что ЕГЭ меняется все-таки надо понимать куда он меняется да потому что форма остается та же и есть какие-то другие измерения в том числе способности и возможности и качества вот того полученного образования которое в мире тоже принято вот я к Наташу хочу обратиться Наташ по поводу мира я бы обратила внимание на три вещи три больших тренда события методики которые сейчас активно развиваются прежде всего говорим о США как одной из самых технологических развитых стран во-первых это модель blended learning это если перевести то это смешанное образование под которым подразумевается использование компьютеров и учителя в равной степени но не просто для чего-то а это стоит на трех китах эта модель первая это то что ученика появляется нечто вроде пульта управления своим обучением полностью ломается классная урочная система ученик с помощью программ специально подобранных для каждой школы и каждой школой идет в своем индивидуальном темпе по своей программе второе он получает мгновенную обратную связь то есть если раньше ребенок выполнял задание не понял тему или сдал ее на тройку после этого приходил спокойно на следующий урок результат свой получал через неделю ну то что и сейчас происходит то эта система стоит на том это называется mastery based education тоже не очень хорошо переводится на русский язык но имеется ввиду что ребенок пока он не освоит тему на отлично он дальше не двигается и остается на том этапе на котором он есть если ему для того чтобы он перешел на следующий этап к нему точечно подключается учитель и оказывает ему индивидуальную помощь при этом дети которые одаренные дети которые могут идти дальше они при этом не застревают не ждут всех остальных могут идти могут развиваться это с одной стороны и важно сказать что это на эту модель перешло около двухсоточек школ ну по крайней мере в прошлом году это было так это были школы одни из самых бедных в них было там около 70 процентов мигрантов для которых английский язык был вообще неродной многие из них вышли на первые места в своих штатах некоторые вышли на первые места в США по результатам модели использования компьютера и учителя разделения на группы там есть несколько вариантов каждый даже не несколько вариантов в принципе каждая школа экспериментирует модели экспериментальные но уже видно что она показывает очень хорошие результаты это с одной стороны с другой стороны есть глобальный тренд работы с большими данными и в образовании он тоже совершенно меняет картины потому что если мы сейчас то есть человек учится 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 потом он задает ЕГЭ и вдруг государство узнает что он оказывается учился все это время плохо что он непонятно чем занимался весь год и вдруг для всех это оказывается какой-то неожиданностью то в этой модели собирая при том что наше государство и так собирает довольно много данных но почему-то пока с ними не очень хорошо работает но мы видим что это на самом деле начинает происходить вот эти данные они позволяют в том числе персонализировать обучение как в системе blended learning могут быть и другие варианты за счет которых ребенок получает тот кому нужна большая помощь получает больше всего внимания учителя или получает то внимание которое ему необходимо потому что детям слабым нужно одно внимание то есть с ними нужно больше что-то тренировать и на какие-то нарабатывать навыки а одаренным детям нужны какие-то подсказки куда им дальше рыть свою траншею на полной скорости при этом мы недавно проводили исследование совместно с дневником РУ и Институтом психологии Российской академии образования и спрашивали детей и родителей во второй части еще учителей спрашивали о том хотели ли бы вы получать чтобы учебная программа была более персонализированной и учителей считаете ли вы что школьная программа должна быть индивидуализирована и там соответствовать интересам каждого ребенка родители и дети сказали да конечно большинство родителей детей И большинство учителей сказали, нет, в этом нет необходимости. Это как вот статус. И последняя вещь — это ПИЗа и то, куда она сейчас развивается. Международное исследование грамотности и умения решать. В основном это исследование навыков, ну, в общем, разных навыков 21 века. В будущем исследование, которое сейчас готовит Монреальский институт, и он, помимо всего прочего, занимается исследованием новых навыков. Вот мы говорим про навыки, а что это за навыки 21 века, никто не знает. Вот они решили разобраться, выделили их определенное количество и начали с того, чтобы протестировать collaborative problem solving. То есть это совместное решение задач. Условно это выглядит так. Два ребенка сидят за разными компьютерами, не могут находиться в разных местах и решают одну задачу, у каждого есть какая-то часть условий, и они должны совместно эту задачу решить. Программа записывает все их взаимодействие, они в чате могут переписываться, все, что они друг другу сказали. После этого эта же программа собирает весь их разговор в матрицу, его анализируют, и таким образом они понимают, кто какое участие принял в решении задачи, как кого оценивают. Это к вопросу о том, куда движется дальше оценка, и какого рода экзамены могут возникать. Может быть, это не один экзамен, а если в течение всего срока обучения ребенок постоянно тестируется, и многие из этих тестирований выполняются на компьютере, который невозможно обмануть, и тут же отправляются в государственную сеть, так что это все видят, то, возможно, никаких сюрпризов потом не возникает, и единый госэкзамен оказывается как бы не сильно нужен. Да, но с другой стороны, когда произносят слово «тест», большинство из педагогического сообщества, они так вот дергаются нервно, и в том числе, наверное, в Министерстве образования, потому что решили тестовую часть, которая уже была убрана из материалов русского языка, литературы математики, она будет из других предметов тоже изъятая, но при этом добавляется сочинение, письменная часть, которая, в общем-то, тоже достаточно сложная, непонятная пока история, и которая будет включаться в балл для поступления в университет, это тоже станет такой обязательный экзамен. Я по этому поводу, вот про тесты, хорошо это или плохо, да, и в той степени, как это, я поговорила с проректором Высшей школы экономики Григорием Готаровичем, и вот его мнение. С моей точки зрения, это не критерий. Есть, нету, это может быть по-разному. Есть другая концепция, вот, например, знаменитый американский APT-тест, когда за счет большого количества тестовых вопросов, но с очень высокой плотностью, там, скажем, 3 минуты на вопрос, зато удается пробежать всю программу, не как у нас там 7 вопросов тестовых. Это можно обсуждать, но вот, когда сначала принимается решение, а потом начинают смотреть, а как его реализовать, и как это получится, ведь сегодня нету образца, на который можно посмотреть, это как бы создает впечатление, что это решение политическое, а не образовательное. Тогда это надо обсуждать по-другому-то. И мне кажется, что вот эта политическая составляющая особенно очевидна в разговорах о том, что следует вернуть устную часть экзаменов гуманитарной дисциплины. Разумеется. Можно задать более жесткий вопрос. Во всем мире нет ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам. Там вообще не по предмет на это построено. Поэтому я понимаю сложности построить хороший письменный экзамен по гуманитарному предмету, но возвращение к устному, ну, вы знаете, от чего уходили, к тому и приходим. А как мы будем унифицировать требования? Это мы будем выстраивать систему обучения этих экзаменаторов? Я понимаю, что по гуманитарным объем гораздо меньше, чем по математике, русскому или там обществознанию. Хотя обществознание, между прочим, это гуманитарный предмет. И он следующий, да, он самый популярный, ну, как бы по объему, я не скажу популярный, его выбирает максимальное количество абитуриентов. Значит, я сейчас говорю по памяти, но это где-то 400 тысяч примерно. Можно обеспечить у 400 тысяч человек единообразный прием устного экзамена, да еще по такому предмету, в том числе и диалогизированному. Я сегодня не представляю, как это можно сделать, но тогда следующий шаг совершенно очевидный. У нас не будет ЕГЭ, у нас будут опять вступительные экзамены в каждом ВУЗе свои, потому что невозможно им доверять. При всех издержках ЕГЭ он решил эту проблему, унифицированную. Если думают, что покупать ЕГЭ тяжелее, чем покупать конкретного преподавателя в родном городе, ну, это вот требует особого обсуждения, откуда такая уверенность. Я не думаю. Это был проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович. Вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу «Я Тамара Леленкова». Мы сегодня говорим о последствиях ЕГЭ этого года. Ну, смотрите, вот мне кажется, такая очень важная тенденция, что появилось разделение. ЕГЭ для аттестата, да, для жизни, для вот какой-то такой жизни взрослой, и ЕГЭ для поступления в университет, потому что там как раз порог не снизился, он остался на прежнем уровне. То есть ребенок получает свои вот эти там 24 балла и уже не думает о том, что он пойдет учиться дальше в ВУЗ. Это на самом деле такой откат в среднюю ступень школы. Ведь очень часто идут дальше учиться, просто потому что все идут. У нас уже такое как-то общее образование до 11 класса, тогда, как во все времена, но и сейчас тоже все равно 35% уходит. Вот раньше 40% уходили, а теперь 35% уходит после 9% в значительной степени. Я хочу, Исмаилу, тоже спросить, вот как вам кажется, может быть, действительно стоит поменять вот эти формы, как-то их разделить, но тогда действительно это откат в прошлое? Отдельно поступление, отдельно аттестат, или это возможно все-таки совместить вот так, как оно есть? Мое мнение, что все-таки сама модель ЕГЭ, как универсального экзамена и для итоговой тестации, и для поступления, она все-таки не только же не способна, но и она дает очень много преимуществ и как ВУЗам, и школам, так и самим выпускникам. И отказываться от этой модели, мне кажется, не стоит. И вопрос действительно в методиках, наверное, и подходах к составлению заданий, к составлению контрольно-изменительных материалов, и то же самое тестирование, от которого мы так шарахаемся, наверное, не такой плохой инструмент, если его грамотно использовать, как сказал предыдущий участник программы. Мне кажется, что с этой точки зрения все должно остаться так, как есть. И нам не нужно возврата к тому, что конкретный человек, который здесь сидит и сейчас принимает у тебя экзамен, решает твою судьбу. И решает, нравится ему твой ответ или не нравится. Я думаю, что все-таки должна быть какая-то унифицированная система с едиными требованиями. С этой точки зрения введения таких дополнительных экзаменов или допуска до экзамена, как сейчас планируется в следующем году это сделать, как сочинение, оно, конечно, тоже требует подготовки учителей, потому что часть С всегда в экзамен, в ЕГЭ проверяли конкретные учителя. Это не делал компьютер. Но, тем не менее, наверное, это проще решить эту задачу. И есть тот документ, который можно с разных точек зрения потом рассматривать. Можно дать другим экспертам, ценить и так далее. Если мы говорим про устный ответ, мы будем говорить о том, что мы будем записывать все на видеокамеру снова, и потом где-то хранить, и давать другим экспертам осматривать этот ответ. Мне кажется, что это уже какая-то монстроподобная система получается. Не думаю, что в этом необходимость есть. Другое дело, что вообще для того, чтобы решить проблему, мне кажется, с таким социальным значением ЕГЭ, необходимо немножечко снижать ставки. И если мы говорим о поступлении, то да, конечно, каждый, кто хочет поступить в ВУЗ, он должен показать определенные результаты на этом едином экзамене. Но если мы говорим о тех ребятах, которые просто хотят получить свой аттестат и дальше возможность идти в жизнь, особенно после девятых классов. Мы сейчас много очень говорим про одиннадцатые классы, но в девятых классах про социальное значение этих экзаменов, оно еще выше, потому что после девятого класса ребенок не может пойти сразу работать. Он должен продолжить образование по нашему закону. Он должен либо пойти в школу продолжать обучение в десятом классе, либо получать профессию, пойти в учреждение среднего профессионального образования. Но если ребенок не сдает экзамен, он не преодолевает порог, то он должен учиться еще раз учиться, снова повторно и так далее, пока он этого не сможет сделать. А мы знаем, что социально бывают условия такие, что ребенок на это не настроен этого делать. И мы этих детей просто потеряем. Либо мы должны будем снижать баллы, пороги, как мы это делали в этом году. И ситуация с ОГЭ, она ничем не лучше из ГВЭ. В девятых классах, чем с ЕГЭ. И с тем решением Рособорнадзора, которое он принял. Либо мы должны все-таки дать какую-то, наверное, большую гибкость. И детям в сроках освоения программы прозвучала, например, идея про опыт США, что каждый ребенок должен освоить ту или иную тему, чтобы двигаться дальше. Понятно, что у каждого ребенка на это потребуется разное количество времени. Это нормально вообще-то. И наша система, она очень жесткая. И даже если, например, я, как директор школы, хочу, чтобы, если ребенок не освоил тему и в четверти получил, примерно, двойку по этому предмету, я могу сделать так, чтобы двигаться дальше, кто приходит в следующий класс, он должен будет эту академическую задолженность каким-то образом устранить, все-таки эту тему освоить. Но, опять же-таки, это вопрос будет повторного обучения, а не определенного темпа движения вперед. Вот это проблема. Это раз. А вторая проблема — это привязка к выдаче аттестата результатов экзамена. Например, ну не сдал я математику, не набрал необходимого количества баллов. Значит ли это, что я не могу пойти учиться и дальше работать парикмахером? Ну, к примеру, да? Почему нет? То есть, конечно, я не смогу пойти на какую-то, например, архитектурную направленность, архитектурную направленность специальности, на какой-то технической, где требуется математика на том уровне, которая сопоставима с баллами ОГЭ, порогом ОГЭ. А есть специальности, которые этого не требуют. А мы, когда детей оставляем без аттестатов, лишаем их возможности дальше социализироваться и вообще состоятся как полноценными, как востребованными гражданами своей страны. То есть мы просто их отсекаем, этих детей. В 11 классе тоже подобная ситуация есть. С одной стороны, да, те пороги, которые сейчас, они очень низкие и, наверное, можно ожидать, что любой ребенок при необходимом подходе и помощи сможет соответствовать этому уровню. С другой стороны, математика, та, которая у нас есть сейчас в школе, общие требования, они достаточно высокие. И понятно, что это гимнастика, дума и так далее, и тому подобное. Но не каждый человек, который может состояться где-то в гуманитарной сфере дальше, ему, в принципе, для учебы, для дальнейшей поступления, математика на этом уровне не нужна. А мы ему этот путь закрываем, да, то есть не даем эти статы и так далее. Вот такая мысль. Да, Исмайл, спасибо. Да, Татьяна Николаевна хочет возразить, я вижу. И я хочу вас еще спросить, Татьяна Николаевна, потому что вы не только преподаватель, вы еще сотрудник журнала «Русский язык», издательства «Первое сентября», издательский дом, который продолжает благополучно существовать, со всеми журналами, которые там были, закрылась только газета. Видите, у вас тоже разные публикации, приходят к вам разные мнения, да, вот про аттестацию, про то, что будет с русским языком дальше, вот есть какие-то там сомнения, может быть, поменять наполненность, да, в том числе гипп, потому что тексты очень, такие, мягко говоря, неприятные, да, попадаются, и дурацкие тексты, вот именно в контроле измерительных материалов. Да, вот именно в этом направлении нужно работать, просто экзамен не должен такое большое место занимать, в сфере вообще образования. Он должен быть зачетным каким-то, а курс русского языка – это курс русского языка, понимаете, и не обязательно надо думать, что вот будет ЕГЭ вот в такой форме. Мне кажется, что вообще можно разнообразить экзамен. Во-первых, сделать, например, три уровня, а не один, то есть для тех, кто вот нижнюю ступень, да, среднюю ступень и высшую ступень. А сейчас это не так? Вот я имею в виду по частям экзамена, вот, то есть ты решил, ты сделал какую-то часть, и ты получаешь одну? Да, ты получаешь баллы, но это не значит, что это по сложности разная. Сложность-то одна, а можно сделать по сложности три варианта, например. Ну, там есть эта часть С, такая вот прям совсем умная. Вот можно, да, тот, кому по силам просто сдать, да, он, может быть, и не хочет куда-то в гуманитарный УЗ поступать, а хочет вообще там, не знаю, парикмахером быть. Ему достаточно нижний уровень. Он его выбирает, спокойно сдает. Кто хочет там в технический УЗ, он там, например, второй уровень берет. Кто гуманитарий, да, и понимает, что он напишет прекрасное сочинение, что любая тема ему по силам, он выбирает третий высокий уровень. Ведь можно так сделать. Но в основном это, я думаю, касается скорее сочинения, да, в ЕГЭ и текстовых заданий в ГЕ. То есть там изложение, вот, но в общем оно более-менее по силам. Но можно тоже три уровня сделать, ну или два, например, уровня. И сочинение, что сложнее, потому что сочинение на лингвистическую тему сейчас. На самом деле это очень хорошо, потому что дети понимают, что как-то они по-другому должны относиться к языку. Понимаете, у нас все-таки уровень культуры очень падает. А как ни странно, эти экзамены, они его все-таки повышают. Вот вспомните, как говорили всегда. Большая часть населения говорила, звонит. А как ввели экзамен, в экзамен, тест по орфоэпи, все стали говорить, звонит. И все это знают. И вот этот список орфоэпический, да, таких главных слов, где делают ошибки, там, банты, шарфы, да, нужно говорить. Вот. Он очень влияет на... Он повышает культуру детей. Понимаете, они начинают этим заниматься. Они это учат. Потом прекрасный тоже тест, один из вопросов теста, это паронимы. Это нужно отличать оттенки значения слов. Понимаете, это уже очень важно, потому что настолько часто небрежное обращение со словом и у детей, и у взрослых, простите, в СМИ мы все время слышим речь с ошибками. В общем, это речевые ошибки. Они, в общем, недопустимы для СМИ. Но дети это слышат, и дети не обращают внимания на свои ошибки. На самом деле, дети очень податливы. Они очень умны. И поскольку я с любыми детьми занималась, я знаю, что вот ничего не знает человек. Белый лист. Он вообще не знает, как подойти к каким-то заданиям. Но ведь есть разработки. Вот в частности, мы почти 20 лет уже существует русский язык, журнал «Русский язык». И здесь учителя нам присылают прекрасные разработки. И подготовка к ГЕ, и подготовка к ЕГЭ. Например, есть тут методические, даже в апрельском номере этого года. Это то, что присылают вам. А вот то, что я видела, и то, что выкладывают учителя, как настоящие контрольно-измерительные материалы, и там тоже связаны вот и с лингвистикой вопросы, и какие-то цитаты из исследовательских работ. Это, конечно, тяжело для школьного восприятия. Иногда они вынуты из контекста. И это очень такая история для ребят, мне кажется, скучная временами. Да, вы знаете. Но вот что касается уровня такого базового и профильного, то, наверное, он должен присутствовать хотя бы потому, что стандарты, вот те новые, которые школа сейчас принимает и таким ускоренным путем должна внедрять, уже стандарты старшей школы, в том числе, министерство поставило такие приоритеты, они как раз требуют какого-то другого оценивания. И в этом смысле ЕГЭ, вот эксперты высказывают такие сомнения, оно не стыкуется как раз вот с стандартами старшей школы. Я как раз об этом спросила Наталью Любомирскую, это директор лицея в школе экономики. И они эти стандарты уже у себя, в общем-то, в 10 класс реализовали. Конечно, сейчас мы находимся в неком таком переходном периоде, связанном с тем, что у нас ЕГЭ, материал ЕГЭ не настроен на новые стандарты. Потому что новые стандарты – это обязательно разные уровни изучения того или иного предмета. А ЕГЭ у нас пока что все одинаковые. Часть А и Б – это для завершения, для того, чтобы получить школьный аттестат. Часть С – для того, чтобы выстроить рейтинг для поступления в учебное заведение. Я вообще считаю, что когда у нас половина страны набирает 90 баллов, это неправильно. Вот даже если бы предположить, что условно говоря, вот честно все было, ну не может такого быть. Точно так же, как мы когда составляли тест, у меня это один из кошмаров был. А вдруг у меня все получат 60 баллов. Как я тогда буду отбирать? Должен быть разброс. Часть С, в принципе, она так сделана, что там, ну, например, по математике. Задача С-5 для хорошего учителя математики, для того, чтобы решить такую задачу, ему потребуется несколько часов. Задачу С-6 вообще многие решить не могут, в принципе. И, в общем, это делается специально для того, чтобы составить рейтинг из ребят. Нельзя, чтобы все получали максимальные баллы, иначе не сработает, не выполнит свою функцию. ЕГЭ у нас, на самом деле, не так уж плохо задуман. Просто его реализация, которая вынуждена опираться на существующую практику в школах, она, конечно, ну нет еще той культуры разработки тестов. Не такие они интересные, не то они проверяют. Но ЕГЭ – это формат. Это формат контроля и ничего больше. Важно, чтобы появились разные уровни. Что человек, который изучает математику на базовом уровне, он бы сдавал один вариант экзамена. Тот, который изучает на углубленном уровне, он бы сдавал другой вариант экзамена. Потому что это несправедливо. И то же самое, вот опять-таки, это очень важный момент. Раз ты выбрал предмет для изучения, то будь добрый, отчитайся по нему. Но я еще раз говорю, в принципе, я не вижу противоречия между новым стандартом и ЕГЭ. Ну вот смотрите, да, значит, такое есть мнение, что нет противоречия. Но с другой стороны, вот то, о чем мы до этого говорили, все-таки педагоги не очень хотят заниматься каким-то индивидуальным особым образом. Все-таки удобнее по накатанной, вот с большим количеством людей. Ольга, вы смотрели, да, как реагирует вот педагогическое сообщество на происходящее. Вы что-нибудь знаете про это? В вашем издании, как правило, обсуждаются разные точки зрения в газете. Там есть публикации на этот счет. Ну да. Ну я не знаю. Наверное, ЕГЭ и должен, и будет обязательно меняться. И будут вводиться какие-то формы новые. И в ближайшем будущем планируется разделение ЕГЭ на базовые, на профильные уровни. И будет вводиться портфолио. А как вы относитесь к портфолио? Вам не кажется, что это может быть такая фикция, очередная портфолио? То есть, ну мало ли, потом как тоже, как оценивать портфолио? Есть, оно, нет, оно, дети тоже разные. Ну пока единой точки зрения на этот счет нет. Но считается, что там будут не только учебные, но и внеучебные достижения детей. Даже вот в спорте, ну вот еще в каких-то мероприятиях. Ну естественно, олимпиады, достижения в олимпиадах. Ну в общем, это будет показывать все грани способности детей. А как это будет учитываться, чтобы это было честно и без махинации, ну этот вопрос будет тоже как-то со временем решаться. Ну по крайней мере, уже давно речь идет о том, что ЭГЭ не должен быть единственной формой оценки учащихся. Он будет как бы сопровождаться другими формами оценивания, вот как то, сочинения, портфолио, вот то же самое. Он будет как бы обогащаться устной частью в гуманитарных дисциплинах. А может быть со временем вообще произойдет отказ от этого экзамена, но пока, конечно, об этом речь не идет. С одной стороны, он будет приближаться к традиционным формам, вот. А с другой стороны, ну мне кажется, вот в идеале экзамен должен быть какой-то исследовательской и творческой работы, в идеале. Но когда мы к этому придем, пока еще не очень ясно. Ну насколько я знаю, значительная часть детей не очень способна к исследовательской работе. Некоторые не любят проектную, просто это тоже действительно такая отдельная история. Надо с ними заниматься, чтобы показывать. Некоторые просто не любят, это не их путь, да, вот. И мне немножко страшно вот от того, что вы говорите. То есть ЕГЭ начинает обрастать так вот, как снежный ком. Он катится и к нему прилипает всякое разное, извините, конечно. Вот, Наташа, вот что вы скажете по поводу портфолио? Как вы думаете, хорошо это или нет? Меня настораживает. У меня дочь учится в школе, и мне совершенно не хочется вот, чтобы она еще вот это портфолио, потому что понятно, что это такая вещь какая-то обязательная, и поэтому неприятная сразу. С одной стороны, есть мнение тоже Исаака Фрумина по поводу того, что странно вводить в портфолио, если вся система не предполагает, ну, проекты только начались, и то, что мы видим, и то, что видит, например, есть такой проект сетевой Global Lab, который построен как международная платформа, где дети выполняют исследования вместе с учителями, или классы выполняют исследования, задают эти данные в открытое пространство, где ученые, например, могут этим воспользоваться. И даже они, которые занимаются этим много лет, говорят о том, что учителя не понимают, что такое проекты, потому что они никогда не занимались проектной деятельностью в том смысле, в котором этим занимаются люди, выходя на работу, например. Вот есть проект, у него есть начало, есть конец, ты не знаешь, чем он может закончиться. Это вопрос про планирование времени, вообще подготовка к проекту. У нас пока что это какой-то научный проект, например, а он же может быть совершенно не научным. Это может быть, не знаю, слоган для школы, важно как раз вот эта вот исследовательская деятельность, показать, как ты исследовал. И это все может быть в портфолио, но это такой не очень настроенный процесс. С другой стороны, это возможность для тех детей, которые, например, из школы выпадают, но при этом делают свои мобильные приложения по геометрии, как мы видели, показать что-то, чем они занимаются в остальное свое время. И что школа никак не учитывает, возможно, не может учесть, потому что она несколько технологически сейчас отстает от детей, а для детей это возможность показать, чего они там на самом деле стоят. Кроме того, это как раз возможность показать всякие навыки, потому что ты можешь пойти на факультет управления, и управленцы, не все должны прекрасно владеть математикой. Можно совершенно не знать математику, быть прекрасным руководителем, быть, не знаю, прекрасно вести людей куда-то вперед, или наоборот хорошо договариваться и команды сплачивать. Может быть, совершенно много разных функций, которые никак, нигде сейчас в школе, на это нет никакого акцента, они никак не регулируются. И то, возможно, что даже вузам важно знать о ребенке, ребенок не может это никак показать. Ну, вузы имеют как раз возможность какие-то свои придумывать такие вступительные, ну, не экзамены, а какие-то собеседования, и на этом уровне вполне можно показать себя, предъявить какие-то свои работы. Вот я, Исмаил, хочу спросить, а как вы относитесь к тому, что вот придется в обязательном порядке, помимо ЕГЭ, к окончанию школы готовить еще и ребятам вот такие портфолио? Ведь это педагогам придется тоже как-то помогать им делать? Если говорить о проектах, да, то проектная или исследовательская работа является сейчас, если мы говорим о новых стандартах, обязательной частью образовательной программы. И мы вот вслед за лицей в высшей школе экономики, мы тоже будем вот в этом году начинать реализовывать стандарты в старшей школе. И когда ребенок свой планирует индивидуальный учебный план и так далее, то это уже его обязательный элемент. Какой именно проект, по какой теме, по каким предметным областям он будет выполнять, это его решение. Но это необходимый элемент. Мы сейчас и в пятых, шестых классах, реализуя новые стандарты, тоже опираемся на проектную исследовательскую деятельность. Каждый ребенок в индивидуальном порядке над своим исследованием или над своим проектом под руководством учителя работает. И есть два часа у них в учебном плане в течение полугода. И, соответственно, есть учитель с группой небольшой, 7-8 человек, которые работают для того, чтобы этот проект или исследование выполнять. Если мы говорим о портфолио, то, с одной стороны, в этом ничего плохого нет, потому что новые стандарты, они предполагают не только предметные результаты, но и личностные, и метапредметные. И в том числе, когда ребенок, если он сам формирует этот портфолио, и сам над ним работает, то он приобретает многие компетентности, формирует на себя, которые этими стандартами предписываются, и они необходимы ему в дальнейшей жизни. Но если это будет делать учитель, это портфолио за всех учеников, наверное, неправильно. Если будет какая-то возможность в каком-то электронном виде это делать, собирать свои достижения, как-то их систематизировать ребенку, то это, наверное, хорошо. Как учитывать это при поступлении и выпуске из школы, это другой вопрос. Мне кажется, что каждая школа, у нее есть возможность устраивать свою систему оценивания, может в свою систему оценивания эти вещи включать. И есть уже модели определенные, наработанные школами у нас в Калининграде, в том числе, 28-я школа, системы оценивания, которые включают в себя вот эту внеучебную деятельность. Например, у них есть 400 баллов максимум, которые ребенок может по предмету заработать в течение учебного года, накопительная система. Из них 100 — это то, что можно вне школы сделать, вне уроков, там и олимпиады, и конференции, и проектные исследовательские деятельности и так далее, конкурсы различные. И это хорошо, если, наверное, учитываются все эти достижения в целом. Как они учитываются, наверное, делая каждой школы. Если мы говорим о поступлении, то есть у вузов действительно такая возможность проводить свои олимпиады, и таких олимпиад и вузовских много, и есть российская олимпиада школьников. Там немножко другие способы определения достижения учеников. Это не только ЕГЭ. Так что это обязательный, наверное, элемент. Мне кажется, что это неправильно. Нужно менять содержание самых подходов к формированию этих заданий, чтобы не только мерить предметные знания, но и все эти компетентности, и коммуникативные, и информационные, и прочее. Но все-таки портфолио в таком вольном режиме, наверное, его делать унифицированным невозможно, чтобы сохранить объективность при зачислении вуза. Да, мне тоже так кажется. У меня к вам такой вопрос. В связи с тем, что вузы теперь имеют право выдвигать свои требования по количеству ЕГЭ разных предметов, вы заметили, может быть, ребята стали прилежнее учиться по каким-то другим предметам, потому что в свое время ведение ЕГЭ простимулировало, результат повысился. Я не могу сказать за всех, наверное, учеников. В целом ребята, как правило, выбирают не столько более широкий круг предметов, чем они планируют поступать на конкретную специальность. Есть отдельные ребята, которые конкретно не собираются, им нужна будет физика, математика, русский язык и все. Вот они это издают, остальное нет. Но если уже ребенок для себя выбрал какой-то предмет для поступления, все-таки, как правило, они усердно над ним работают. Другое дело, что, наверное, выбор должен состояться не в феврале того года, когда предстоит сдача через три месяца экзамена, а этот выбор должен состояться в начале 10 класса. И как раз-таки новые стандарты, опять же-таки, это позволяет сделать, сформировать набор этих углубленных предметов, по которым дальше заниматься. Тогда уже ребенок действительно, уже даже не ребенок, наверное, почти взрослый человек, он может действительно знать, что именно эти предметы, на них нужно сосредоточиться в своем усилии, и от того результата, который он достигнет, будет зависеть его будущее, в смысле поступления, дальнейшей учебы. Я хочу напомнить, что это был классный час свободы, вела программу Тамара Леленкова. Гостями московской студии были учитель школы «Большая перемена» Татьяна Леонтьева, обозреватель газеты «Вести образования» Ольга Дашковская, редактор интернет-журнала «Эдротейн» Наталья Чеботарь и по скайпу Измаил Никматулин, директор Калининградской школы номер 36. Вела программу Тамара Леленкова. Продолжение следует...